Всем привет, с вами Тома, и мы продолжаем играть в игры The Sims Mobile. Генри у нас тут вовсю осваивает новое хобби. Купила ему тут и микрофон, и камеру, и он почему-то ест. Ладно, хотела я вам в этой серии показать еще пару новых моментов. Во-первых, что ты все хочешь мне сделать, общаться с подписчиками? Во-первых, я хотела показать, что у пожилых персонажей у нас есть тоже взаимодействие. Во-первых, у них можно раз в сутки попросить наставнический совет, либо по карьере, либо по хобби. Вот, и тут написано профессионал, то есть, наверное, потому что они докачали, а может быть не докачали. Ну, в общем, можно с ними проводить раз в день различные ивенты семейные. И также можно начать с ними дружбу. Она, в принципе, выглядит как обычная дружба. Давайте Софья еще пообщается. История дружбы, которая у нас открывается с пожилым персонажем, называется «Лучше поздно, чем никогда». Я не уверена, что я успею ее выполнить до конца. Скорее всего, нет, но я попробую, сколько получится, потому что персонажи, естественно, пожилые у нас не бесконечно. Теоретически должны быть в доме, они со временем должны куда-то уйти. Ну, как куда, вы понимаете, куда. Мы, кстати, с Софьей доделали карьеру писательства до 10 уровня. Она ее прокачала полностью, я ее закрыла. Вот, и начала она повелетелить клавишу, ну, не знаю, сколько получится. В общем, а за карьеру с пожилым персонажем там можно... Так, 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 вот, раз. Ну, такие вот костюмчики пожилые. Для бабушки и для дедушки, очевидно. Посмотрим, как получится. Вот, так что проводите ивенты с вашими пожилыми персонажами, пока они не убежали совсем куда-нибудь далеко и надолго. Вот. Ты у меня что? Ну, давай, сейчас попробуем с тобой действие сделать. Да, кстати, сегодняшний выбор был про что-то там, про больницу. Вот этот случайно, не посмотрели мы. Вот, и... Я взяла за кексик 10% опыта. За... В течение, вот, еще 2 часа. Так что давайте... Что ты там делаешь? Давайте пока он еще поработает. Короткий интернет-сианс. И мы давайте посмотрим лучше нашего Джека. Потому что с этими все понятно, в принципе. Ходят, дружат тут. И Шона где-то тут тоже была. Они тут с Оливером тусуются. Обсуждают все подряд. Кстати, я по поводу Генри... Я не знаю, я тут с одной NPC-шкой познакомилась. София. Она, в принципе, прикольная, но темнокожая. Я вот не знаю, развивать мне с ней отношения или нет. И она тоже молодой персонаж. Тоже, видите, у нее еще не открыто черный характер. То есть они примерно одного возраста. Вот. И я подумаю на нее еще от нее и Генри. Как вы думаете? Как вам? Если у него будет девушка София, а мать Софи, это не сильно? Или норм? Ладно, давайте мы лучше посмотрим на нашего второго молодого человека. Отправиться туда. Да, мы уже с ним открыли больницу, но еще не начинали карьеру. Вот. И, кстати, по поводу его внешности. Он, в принципе, уродился примерно таким. Вот с этой небритостью. Глаза ничего не меняло. Все как было. Единственное, прическу я ему поменяла на ту, которая у него была в подростковом возрасте. Ну, в школьнике. И очки добавила. Вот. Такая легкая небритость я ему решила оставить. Достаточно забавный. Он выглядит старше, чем Генри, хотя он младший. Вот. Но я решила, что для доктора, в принципе, такая, знаете, легкая небритость, это тоже, может быть, интересный вариант. И, кроме карьеры врача, меня в этой больнице еще интересует вот эта медсестрочка. Честно. Я ей только что заметила перед записью. И я, да, на полном серьезе подумываю об отношениях с этой девушкой. Давайте мы, наверное, с ней познакомимся сначала. Будет у нас этот служебный роман. Можно же с тобой? Давайте кокетливо представиться. Потому что симпатичных NPC-шек, на самом деле, тут сложно найти. Вот. А с игровыми все-таки не очень хочу в плане того, что, как бы, связываться, чтобы они потом Симу отдали или не отдали. Сложно. Екатерина. Екатерина. Щедра. Но я думаю, короче, мы с ней еще пообщаемся. Мне кажется, она такая, ох, с пухлыми губками. Ладно, давайте начнем карьеру врача. Загадочное лекарство. Врач, ищущий лекарства от гриппа, узнает шокирующий секрет. И награды для дома. Беговая дорожка, плакат и полотенчики. Да. Мы теперь тоже будем в модном халате ходить. Вспышка нового заболевания ламового гриппа. Его происхождение загадочное. Но нам с медсестрой, с медсестрой нужно найти лекарство. Все понятно, короче. Я как чувствовала. Ох, все. Шипер. Они такие. Что мы можем купить для медицинского центра? Скелетик. Я очень хочу. Скелет Вася. Просто мастхед. Я посчитаю. Беговая дорожка, кардиология и подвесные папки. Ну, короче, вот эти первые два я бы хотела в больницу. Потому что скелет Вася это супер. И различные медицинские штуки. Их тут не так много. Кстати, деньги мы все успешно потратили. Я на одно открытие в больнице только потратила 2500. И на его пиджак вот этот тоже 2500, короче. Да. Давай мы с тобой покликаем, посмотрим лучше действия. С медсестрой Екатериной. И скелетом Васей. Вот. В общем, да, решила. Ну, вы меня, в принципе, поддержали с карьерой. И врача. Так что, да. Мне тоже интересно еще посмотреть. Э, алле. Что-то они прям туда не решат. Просить советы у коллеги. Сейчас, может, мы с ней тогда еще и быстро перекусим, если у него энергия останется. Вот. Так, это самое. Мы еще с Генри не разобрались с романтичными его этим самым. Мы уже тут... Так, ну коробочки мы уберем, потом все это сделаем. Хочет попробовать что-нибудь рискованное. Попробовать продолжить смену образа жизни. Вы знаете, вы все делаете не так. Представляете? Так нельзя. Так вы долго не проживете. Все. Быстрая. Первая смена. Спасибо. Медик на задание. Так, и давайте тогда пообщаемся с нашей медсестрой тоже еще. Я думаю, этот ролик будет не длинный, потому что, в принципе, первое свидание в кафе. Вот, давайте. Ну, она миленькая. Да, вперед. Да, начать. А можно я на тебя посмотреть без медицинского халата? Нет? Точно какой-то служебный роман, серьезно. А у нее есть вообще одежда немец-сестра, как вы думаете? Вот, кстати, да, вы когда-нибудь строили отношения с персонажами, которые работники центров? Ну, вот, допустим, вот, как вот этот бариста, или как там, вот, на кухне. Я пыталась или не пыталась дружбу с ними завязывать, что-то я не помню. Вот. Мне просто интересно, у нее реально есть другая одежда или нет? Или она все время вот и будет ходить? Дайте вопрос. Ну, мы, конечно, всегда можем на пенсию Софи с Томасом уже отправить, потому что они, в принципе, достаточно давно... Ну, в смысле, они уже полностью раскачаны. Вот, так что их можно безболезненно... Такие все-все-все, го-го-го. Хотя, нет, Томаса я бы еще хотела закончить ему карьеру музыканта. Насчет диджея, да и диджея, на самом деле, мне интересно было бы посмотреть побольше. Так, что же мы им выберем? Первое... Ну, у нее там еще и... Ну, ладно. Екатерина знакомая. Медсестричка. Мне очень понравилось проводить с вами время. Давайте еще как-нибудь пообщаемся. Ну, не губки. Ну, ладно. Мне кажется, ему бы понравилось. А какие мы с вами карьеры проходили уже? Вы помните? Мы проходили родственные души... А, вот тут отмечено. Спасибо, что вы отмечаете. Так, давайте я выберу. И я думаю, что ему я возьму порочная любовь. Жаркая страсть точно обожжетесь. Потому что, ну, реально, она такая жаркая девушка. И они как-то так, действительно, очень быстро я ему нашла эту подружку. Поэтому я думаю, что мы возьмем эту главу. А Генри, наверное, возьмем потом тайные чувства. Я не знаю, с кем, правда, пока. Вот с той мулаточкой разволосой или нет, как вы думаете? Ой, да, ладно. Порочная любовь. Порочная любовь. Слегка язвительно настроены и возлюблены. Это произошло так внезапно, но мне кажется, я в тебя влюбляюсь. Да, это было очень внезапно. Реально, я сама не ожидала. Мне тоже так кажется. Я чувствую такую энергию, когда ты рядом, но не могу перестать о тебе думать. Вот. Отлично. Я, на самом деле, не очень хотела добавлять их жен в семью. Вот. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Так. И куда она ушел? Она уже ушла обратно на работу. Очевидно. Ну, го на работу. Что я тебе могу сказать? У тебя же девушка на работе. Да, вон она. И ты у нас будешь с работы не вылазить просто. Давайте. Да, давайте я его, наверное. На еще одну короткую смену у нас, интересно, хватит. Давайте попробуем еще одну короткую прокликать. Давайте быстрее с кексиком. С кексиком быстрее. Раз-раз. Так, наверное, тут я поставлю паузу. Сейчас я прокликаю. Мне интересно, до скелета Васи мы докачаем или нет. Да, это было. Это реально было в каких-то три действия. Ну, я серьезно. Кексики творят чудеса. Бонус. Не, походу, надо среднюю. Ну, ладно. Тогда давайте заканчивать скелет. Со скелетом Васи я вас познакомлю попозже. Давайте мы поставим среднюю смену. Пускай он тут работает. Да, сам. Все, все делай сам. Я к вечеру потом зайду проверю. Как ты у меня тут? Вот такие у нас ребята с карьеры врача. Я тогда вас познакомлю еще попозже. Если вдруг вы ее не смотрели, когда мы уже тут что-нибудь обустроим, купим и так далее. То есть, опять-таки, через несколько дней. Надеюсь, это видео было вам интересно. Пишите, что вы думаете по поводу девушек для наших братьев. И увидимся с вами в следующем ролике. С вами была Тома. Всем пока.